Самый простой способ научиться играть бенды — это использовать гласные буквы. Например, в итальянском языке и в русском языке тоже — это гласные буквы. При этом нота И, она практически на самом кончике языка впереди, а нота У, она в самом низу глотки. — Дорогие телезрители, дождитесь, пока все остальные ваши родственники выйдут из комнаты и попрактикуйтесь, пожалуйста. Под благовидным предлогом скажите, что у них молоко убежало на кухне или еще что-нибудь, и давай так. У вас все получится, я уверен. Хорошо, но у наших уважаемых посетителей студии есть возможность переспросить, если что-то недопоняли. Вы вот ни на каком концерте у вас такой возможности не будет. Всем понятно? Нет, не всем. — Используете ли вы бендинг при блокировке языком? — Подготовленные у нас посетители. — Да, при использовании техники блокировки языком можно делать бенды, но это получается несколько сложнее и обычно несколько медленнее. Это все тонг блок, да? И это очень полезно для больших вещей, как... — В тех случаях, когда мы можем играть быстрые бенды, и я все-таки не использую техники блокировки языком. — Тогда я буду использовать паку, потому что это гораздо легче. Ну, мы про бендинг поговорили достаточно, во всяком случае, в рамках нашей небольшой программы. Давайте пойдем дальше, поскольку есть еще много интересных вопросов. И напоминаю, что за самые интересные вопросы, поступившие от аудитории, вы получите, во-первых, губную гармонику Honor International, о которой мы сейчас, кстати, нашего гостя порасспрашиваем подробнее, показал или нет. И, значит, естественно, такая блестящая, очень красивая дисконтная карта сети магазинов «Динатон», дающая нечеловеческих размеров скидку. Итак, Стив, на покупку музыкальных инструментов. Итак, Стив, какие вообще разновидности губных гармоник существуют? В принципе, я вижу, у вас тут арсенал большой достаточно. Зачем это все нужно человеку? И, может быть, в частности, об этой губной гармонике пару слов скажете. — Во-первых, у меня столько много гармошек, потому что гармошки настроены диатонически, и каждая гармошка содержит ноты только одной тональности. — So, if you wish to play in different keys, you need harmonicas in different keys. But I also use harmonicas in different tunings, a different sequence of notes on the instrument. I have, for example, on the first song we played, on True Love, I played a minor-tuned harmonica, because the song's in a minor key, so it's easier. Это примерно как белые клавиши на пианино. И поэтому, если я хочу играть в разные тональности, то мне нужно иметь несколько гармошек. И также я использую гармошки в разных строях. Например, вот в первой песне, которую мы сегодня сыграли, я использовал гармошку в минорном строе. Просто песня минорная была, и поэтому минорные гармошки удобнее использовать. Вот эта гармошка, которую мне дал Саша, она отличается от той гармошки, на которой я играю, тем, что у нее пластиковый корпус, металлические пластинки, металлические крышки немножко отодвинуты назад, таким образом, что губы игрока не соприкасаются с ним, в то время как вот эта вот гармошка с деревянным корпусом, в ней губы касаются металлических крышек. Еще одно отличие между этими гармошками, то, что вот эта гармошка Silver Star, она сделана не в Германии, в то время как гармошка кроссовер изготовлена в Германии и, соответственно, дороже. Тем не менее, гармошка Silver Star — это отличное качество за свою цену. Я думаю, что интересно будет нашим посетителям узнать, может быть, их нет у вас с собой, Стив, но какие еще бывают типы гармошек, то есть вот хроматика, бас-гармошка и так далее, вот эта вся история. Я в основном играю на диатонических гармошках. Также есть, например, хроматические гармоники с кнопочкой-слайдером сбоку, нажимая которую, можно повысить ноту на полтона. Я обычно использую такие гармошки в студии иногда, но мне не сильно нравится их звучание. Но это вопрос личных предпочтений. Также существуют гармошки, в которых есть два ряда отверстий, где ноты расстроены друг от дружки, например, на октаву или на тремоло. Они в основном используются для игры различных народных мелодий. Также есть аккордовые гармошки, которые весьма длинные и очень тяжелые, где-то примерно 2 килограмма. Так что перед тем, как начать играть на них, вам стоит попрактиковаться в поднимании грузов. И есть басовые гармошки. И обычно я использую их при игре в трио, когда главным инструментом является хроматическая гармоника, а басовая гармошка и аккордовая гармоника используются в качестве аккомпанемента. Эти инструменты были очень популярны в 40-х-50-х годах прошлого века, но на них играют и сейчас. Я хотел спросить, как вырабатывается такой фирменный хриплый голос? Достаточно ли никогда не откашливаться, или нужно все-таки это усиливать крепкими напитками? Нет. Все, ответ уже был. Мой девиз – никаких наркотиков. И чтобы добиться такого голоса, я много играю на улице, и чтобы люди вас услышали, приходится громко кричать. И так вырабатывается такой голос. Вопрос к Стиву. Я знаю, что вы жили и в Англии, и в Германии. Вот прокомментируйте отличия в музыкальном плане этих двух стран и распространение губной гармошки в одной и в другой. Основное отличие между Великобританией и Германией – это то, что в Британии музыкантам вообще не платят. А в Германии, как, в принципе, и в других странах Восточной Европы, музыкантов рассматривают как артистов, и поэтому они что-то получают. В то время как в Британии на них смотрят, как на каких-то бомжей. Что по поводу гармошки, то и в той, и в другой стране гармошки встречаются очень хорошо, используются, и есть выдающиеся и хорошие, отличные игроки в обеих странах. И на чем играют еще? На чем будем играть в следующих отделениях нашей программы, вы узнаете после рекламной паузы на телеканале О2. Струны «Ла Белла» выпускаются уже 400 лет. Они популярны во всех странах мира и среди самых разных музыкантов. На струнах «Ла Белла» играют Джейсон Ньюст от «Металлика», Тони Йоми от «Блэк Сэббот», Банни Брунелл из группы «Чико Корея», а также Брэйн Эдамс, Рон Картер, Пэт Мартино и многие-многие другие. Все они выбирают струны «Ла Белла». А ты?